Я снимал ролик о том, что администрация пытается лишить ростовчан возможности быть участниками публичных слушаний. Внесли на городскую думу такой проект. Слава богу, мы его вовремя увидели. Мы поняли, что там есть два пункта, которые реально создают просто препятствия для того, чтобы быть участником публичных слушаний. Мы в этом написали. Я записал предыдущий ролик. Посмотрите его, пожалуйста. Так вот, спасибо большое всем депутатам, которые отреагировали на мое обращение. Кто-то задал вопросы на думе, кто-то переслал эти обращения в юридический отдел городской думы, которые проверяют все входящие предложения, потому что они должны соответствовать федеральному законодательству. И там есть юристы специальные. И, собственно, было два предложения. Первое. Убрать фразу о том, что участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные члены городского сообщества. Сама по себе странно. Вообще зачем эту фразу убирать? Но ее хотели убрать. Это правда. И второе. Это о том, что лица, не являющиеся... Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками публичных слушаний, носят консультативный характер и не рассматриваются. Это... Вот об этом я снимал предыдущий ролик. Это такая формулировка очень хитрая, в которую могут попасть вообще все. И в итоге никто не сможет участвовать и защищать свои права там. И даже если это не у вас там находится, ну, не ваш дом, да, но это может быть парк, где хотят сократить озеленение или еще какая-нибудь вредная гадость. Так вот, депутаты приняли это решение. Первую фразу оставили о том, что участниками публичных слушаний могут быть все члены городского сообщества. А вторую фразу о том, что предложения не участников не рассматриваются, вот так и внесли. То есть там никаких нет замечаний одна тема, ну, кто такие иные участники, кто такие лица, не являющиеся участниками. Понимаете, то есть нет определения, а термин используется. И это очень-очень плохо. Под него можно подтянуть всех. Спасибо. Коллеги, кто смотрел из комиссии? Пожалуйста, Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович, я смотрела комиссия по городскому хозяйству, землепользованию, жилищно-коммунальному хозяйству. Мы подробно рассматривали ее на слушаниях. Это приведение в соответствие первое, то, что внесли из меня в предоставительный кодекс в отношении территорий, подлежащих комплексному развитию. То есть здесь мы вводим два этих пункта. В части того, что можно одновременно проводить слушания по территории, по внесению изменений в генплан в отношении территории, которая признана под комплексное развитие. И второе, это планировочная документация. А второе, то, что если в отношении территории принято решение о ее комплексном развитии, нельзя изменять разрешенные виды использования ни земельного участка, ни строения, расположенных в границах данной зоны. Это два основных изменения. Понятно. Пожалуйста, вопросы. У депутатов есть вопросы? Нет вопросов? Тогда ставлю вопрос. Можно? Не вопрос, а некое. У нас, значит, юристы фракции КПРФ рассмотрели данные, внесенные поправки, и возникла, но я не знаю, кто ответит, комиссия или вы, формулировка части 5 статьи 11 противоречит и искажает водостроительный кодекс Российской Федерации, статью 5.1 пункт 18.5, где есть показания, иные участники. То есть у нас сводится такое понятие, у нас есть участники, есть иные участники. Не будет ли данный пункт ограничением тому, что на данных общественных слушаниях будут принимать участие только те лица, которые включены в данную территорию, территорию проживания. А иные лица, которые имеют экспертную оценку, которые могут высказать авторитетное мнение, будут исключены. Вот что, данным проектом будет создаваться категория лиц, не являющихся участниками публичных слушаний, куда могут попасть все, за исключением собственников участка и помещения, или заинтересованные в этом лица. То есть нет ли здесь вот нестыковки? Вы да, задавали бы этот вопрос также на депутатских слушаниях, я помню. Нет, наоборот, проект расширяет, то есть круг лиц. Ранее указывалось, они фигурировали только в цифре, вот эти лица, эту категорию мы вводим, они фигурировали только в цифре участников, а теперь их предложения будут публиковаться. Спасибо. Так, коллеги, на вопрос ответили, можно ставить на голосование? Ставлю вопрос на голосование в целом. За, против, воздержались. Решение принято единогласно. Спасибо.